Привет друзья! Вторая часть посвящена нашей косе. В этом видео будем ее собирать. К примеру, вы заказали косу, в данном случае марки Протон, китайско-украинского производства. Добросовестные сайты пишут об этом, недобросовестные сайты указывают, что коса произведена в Украине. Торговая марка Протон, она торговая марка, это просто бренд. Производится все в Китае. Итак, вы заказали косу в интернете. Видео от новичка для новичков. К вам приходит коробка с вот таким количеством запчастей. Сейчас будем ее собирать потихонечку. Для начала необходимо весь крепеж наживить и проверить его наличие. То есть, все ли хватает, всего ли достаточно. Примерно все собираете, и вам будет видно, что для чего. И примерно вы уже будете знать интуитивно, что к чему крепится, поскольку вы уже покрутите, посмотрите. Ну и начнем с самого простого. Сейчас будем собирать. Для меня это тоже впервые, напомню. Начнем с этой части, с защиты. Защита выполнена из пластика. Обычный пластик, ничем не примечательный. В наборе есть вот такая штучка. Это нож для обрезки лишней лески. Когда шпуля работает автоматически, она выбрасывает некоторое количество лески, которое обрезается и выравнивается, чтобы были все куски ровные. С помощью родной отвертки, которая уже раз надавит в руки, потом затянем. Вот так он будет выглядеть. Далее, редуктор. Я уже его немножко собрал. Резьба на редукторе левая. Откручивается гайка. Это защита. Сюда устанавливается или шпуля, или ножи. Как вам будет удобно. Редуктор уже смазан. После некоторой работы надо будет посмотреть. Смазку разгонит по углам. Может придется добавить. Вот смазочное отверстие. В данной модели предусмотрено жесткое крепление. То есть, в некоторых моделях этот хомут просто свободно перемещается. Здесь уже фиксировано. Я его наживил. Должна быть соосность. Поскольку здесь будет штанга, должна быть соблюдена соосность. Я уже не буду его разбирать. Интересный момент, что шайбы уже одеты на винт. И, скорее всего, потом нарезана резьба, потому что они не снимаются. Поэтому не пытайтесь их снять. Это будет нижняя часть. Сюда мы после сборки наденем защиту. Здесь указано два размера. Два комплекта отверстий. То есть, можно ближе, дальше. В зависимости, чем будете косить. Для лески ближе. Для фрезы, для ножей. Немного далее. Так, я думаю, с этим понятно. Разобрались. Рукоять выполнена из алюминиевой трубочки. Управление я снял, чтобы двигатель не таскался, потому что она прикреплена к двигателю. Вот так она должна быть. Но ее не очень удобно крепить, она болтается. Есть информация, что в этих местах происходит надлом. Каса тяжелая. Если интенсивно это, со временем может переломиться трубочка. Поэтому решил загильзовать. Вот так я сделаю. Вот я уже собрал. Немножко усилий. Вот, она уже будет собрана. И можно ее под себя... Она вращается, но не разваливается. И с помощью хомута мы это все сейчас соберем. Хомут абсолютно симметричный, поэтому особой разницы, я думаю, не будет, как его поставить. Вставляем в него нашу рукоятку. Одеваем верхнюю часть. И с помощью ключа собираем. Наживил я хомутик. Сильно не затягиваю. Потому что еще будет производиться регулировка относительно соосности рукояток. И одевать ее на штангу еще потребуется нам. Вот так это все выглядит. Есть в наборе вот такая часть. Это крепление поясного ремня. Или системы разгрузочной. Собирается она вот таким образом. Надо два хомута наживить. Первый хомут. И поменьше хомут надевается с этой стороны. Вот так это будет выглядеть. Сюда будет цепляться ремень. Наживили. Возможно, придется еще раз разбирать, поскольку здесь должна быть вставлена вот такая резиновая ручка. Возможно, сразу все вместе не получится одеть. Ну, чтобы вы представляли себе, как это должно выглядеть. С самой системой понятно. Ее не надо собирать. Она уже собрана. Ее единственное надо будет под себя настроить на ремнях. Система ранцевого типа. Одевается и защелкивается. Это мы уже будем на себе подстраивать все. Сам двигатель. К нему уже прикреплены органы управления. И верхний редуктор, так называемый. Ну, просто это сцепление. Я думаю, здесь нет никаких неметок, ничего. Я думаю, что он должен будет находиться вот так вот. Четыре винта. Крепятся. Наживляются. Чтобы сэкономить ваше время, я уже обтянул стандартным ключом. Практически все элементы мы с вами собрали. Необходимо заметить, чтобы вот эти вот направляющие винты находились на одной стороне. Поскольку на штанге есть отверстия специальные монтажные, в которые эти винты крепятся. Приступаем к самой сборке. Как определить, с какой стороны штанги будет двигатель. Там, где отверстие просверлено более далеко от края, это будет вверх. Там, где ближе к краю, это будет вниз. Там, где крепится редуктор. Одели хомуты в таком порядке. Потом крепится планка сама, разгрузочная. Так это будет выглядеть. Оно не затянуто. Дает возможность производить дальнейшую регулировку. Нижняя часть. Нижняя часть, опять же, определяется по наличию этого отверстия. Это место, где будет крепиться редуктор нижний. Одеваем крепление защиты. Открутить фиксирующий винт. Лучше, наверное, его полностью открутить, чтобы совместить отверстия. Отверстие должно быть совмещено. Так, и с помощью ключа мы его зафиксируем. Вот так вот. Теперь выравниваем хомут. И винтом крепим. Оно двойную функцию выполняет. Здесь уже нарезана резьба. Поэтому затягивается сперва. И одевается контрагайка. Мне пришлось снять редуктор верхний. Поскольку мне неудобно. На столе все не помещается и плохо будет видно на камеру. Выкручиваем направляющий винт. И совмещаем с отверстием. При этом прокручивая сцепление, чтобы шлицы стали на место. Вот. Закручиваем, чтобы... Ну, вроде попало, но там ещё необходимо проверить соосность верхнего и нижнего редукторов. Но это уже в конечной стадии затянем. Так, установили верхний редуктор. Разобрал заново крепление ручки, потому что мне неудобно на камеру, но мешает всё. И устанавливаем его на штангу. В противном случае рукоять не болтается здесь. И наживляем. На рукоятке я сделал две отметки, чтобы середину было видно, когда вы оденете верхний хомут. Устанавливаем на место рукоятку. Одеваем верхний хомут. Рисочки видно. Можно ориентироваться. А пластиковая гильза не даёт ему развалиться во время сборки. То есть, тоже немаловажную роль играет. Входим к финалу. Штанга собрана. Все основные элементы на неё установлены. Осталось установить двигатель и защиту. Завершающая часть. Устанавливаем штангу на двигатель. Будет возможно расхождение с инструкцией. Но всё только для того, чтобы снять крупные планы. Из-за этого немножко приходится в другом порядке собирать. Но переменами слагаемых сумма не меняется. Так. Устанавливаем. Наживляем. Производим обтяжку. Двигатель установлен. Обтянут. Необходимо присоединить органы управления. Ставим на место рукоятку. И закрепляем винтом. Для завершения устанавливаем защиту. При установке защиты выяснилось, что она не очень так хорошо и становится. Возможно задумка была в её универсальности на несколько типов коз. Здесь есть наплав, который мешает её установить с этой стороны. Цепляется всё. Поэтому такой вариант наиболее, как мне показалось, удачный. Но он исключает её регулировку по этим местам. В противном случае надо вот этот наплав срезать. Для установки шпуль или другого инструмента режущего. Здесь сбоку есть отверстие. Фиксирующий редуктор. Он фиксирует редуктор и можно открутить. И устанавливаем шпулю. Всё время забываю, что здесь левая резьба. Не кручу ни в ту сторону. Так устанавливается шпуля. Можно установить вместо шпули краб. Так же самое ставится. Фиксируется. Защита. И закручивается. Так же устанавливается нож. И закручивается. Фиксируется. Или фреза. Наш аппарат полностью собран. Переходим к пробным пускам. Есть бензин 92. И есть два вида масла. Это минеральная. Это полусинтетика. Оба масла 2Т. То есть для двухтактных двигателей. С воздушным охлаждением. Сейчас я смешаю. И будем заправлять. Топливная смесь готова. Буду производить запуск на полусинтетическом масле. В баке уже есть фильтр. Так что дополнительно не требуется. Там небольшой фильтр установлен. И заливаем. То о чем я говорил. Данная бутылочка не очень удобная. Проливается бензин. Без лейки это вообще кошмар был бы. Поэтому лучше из бутылок с узким горлышком наливать. Закрываем бак. Топливо заправлено. Теперь необходимо праймером подкачать. Перевести рычажок в нижнее положение. Включить на рукоятке пуск. И пробуем заводить. Ну заводится. Значит мы все сделали правильно. все работает в дальнейшем будут ходовые испытания в полевых условиях но это уже будет другое видео на этом будем заканчивать всем удачи, всем пока здоровья и исправной техники